Извините, нас тоже писали, мы со школы вообще. Нам нужно соседу, соседу, вот он вообще дома? Да он вообще тут не живет, тут жила его мать, она умерла. А он вообще не живет? Ну я не знаю, где он живет, он приезжал, вот когда мать была больная, а сейчас, наверное, он не живет. Можно мы запишем, что с ваших слов мы... Ой, не, не надо, со мной ничего. Затейте почтовый ящик, он бывает. И дело в том, что мы уже сегодня 2 часа, и они должны сегодня прибыть на... А как вот так вот вы забираете людей, которые даже... А не мы забираем, мы учителя, мы не забираем. Нам повестки дали. Нам дали повестки при показном порядке. Нет, человек может быть на работе, а ему приносят повестку, чтобы его забрать куда-то. Нет, я не буду ничего вам подписывать, у меня извините. Нет, мы подписывать не надо нам, нам главное с чьих слов... Да, причина и с чьих слов, но мы скажем, что... Ну, запишите, просто соседка сказала, что он здесь не проживает, и все. Да, ну какая-то вообще муддистика. Вы приходите в 11 часов вечера, вы даете повестки, люди на работе. Нам в 9 часов, нам сказали идти на работу, всех собрали. Сейчас что, там еще кто-то с военкомата, что ли, приходит? Да, коррекция. Сейчас, наверное, по нашу душу приходит. Ну, мы с 38-й квартирой. Юницкий. Да, Юницкий. Ну, а в 37-й у нас нет. А что такое, почему в 11 часов ночи приходят, раздают повестки, что он завтра уже должен быть куда-то... Завтра сегодня сечение... А в те, он, извините, он на работе, он работает в поездках. Как сейчас он? Его должен на 10 лет после этого в тюрьму посадить, что ли? Никто его не посадит. Мы пишем, что в данный момент его нет дома, он находится на работе. Заходите. Мы передаем вам слова, со слов жену просто. Я не жена, я мать. Вот, со слов матери, значит. Смотрите. Повестка на имя Веницкого. Получил. Вот здесь ставите свою роспись. Ну, время ставим. И мы пишем, значит, с обратной стороны. То, что остается у нас, этот клеточек. Мы пишем, что в данное время человек находится на работе где-то. И все, и вы потом, вы обязуетесь просто передать...